Сказки от деда Пантелеймона. Правда и Кривда. Жили два купца. Один Кривдой, другой Правдой. Так все и звали их. Одного Кривдою, а другого Правдою. Послушай, правда, сказал раз Кривда. Ведь Кривдаю жить на свете лучше. Нет, а давай спорить, давай. Ну, слушай, у тебя три корабля, у меня два. Если на трех встречах нам скажут, что жить Правдою лучше, то все корабли твои, а если Кривдаю, то мои. Хорошо. Плыли они, много ль, мало ль, сколь недалече путь свой продолжали, встретился им купец. Послушай, господин купец, чем на свете жить лучше, Кривдаю или Правдою? Жил я, Правдою, да плохо. А теперь вот живу Кривдаю. Кривда лучше. Плывут они дальше, много ль, мало ль, и встречается им мужичок. Послушай, добрый человек, чем на свете лучше жить, Кривдаю или Правдою? Известное дело, Кривдаю, а Правдою куска хлеба не наживешь. На третьей встрече им сказали то же самое. Отдал, Правда, три корабля Кривде. Вышел на берег и пошел тропинкою в темный лес. Пришел он в избушку, лег под печку спать. Ночью поднялся страшный шум, и вот кто-то говорит, «А ну-тка, похвалитесь, кто из вас нынче гуще кашу заварил?» Я поссорил Кривду с Правдою, а я сделал, что двоюродный брат женится на сестре, а я разорил мельницу и до тех пор буду ее разорять, пока не забьет крест-накрест полей. А я человека самустил убить. А я напустил семьдесят чертенят на одну царскую дочь. Они сосут ее грудь и всякую ночь это делают, а вылечит ее тот, кто сорвет жар-цвет. Это такой цвет, который, когда цветет, море колыхается, и ночь бывает яснее дня, черти его боятся. Как ушли они? Правда, вышел и помешал жениться двоюродному брату на сестре. Запрудил мельницу, не дал убить человека, достал жар-цвет и вылечил царевну. Царевна хотела выйти за него замуж, да он не согласился. Подарил ему царь пять кораблей и поехал он домой. На дороге встретил Кривду. Кривда удивился богатству правды, попыспросил у него все, как что было, да и залег ночью под печку в той же самой избушке. Слетелись духи, да и начали совет держать. Как бы узнать того, кто испортил им все дела? Подозревали они самого из них ледащего. Как стали его бить да щипать, он бросился под печку, да и вытащил оттуда Кривду. Я Кривда, говорил купец чертям, да все-таки они его и не послушали и разорвали на мелкие кусочки. Так вот и выходит, что правдою-то жить лучше, чем Кривдаю.